Деятельность правоохранителей и служб спасения, безопасность дорожная и на производстве. Это малая часть задач и вопросов, которые закреплены в директиве номер один. Работа в этом направлении ведется практически в круглосуточном режиме. Главное оружие в борьбе – профилактика, преступления, семейного насилия, алкоголизма, гибели людей. Работа ведется по шести основных направлениям, на каждом из которых я остановлюсь отдельно. Первое направление – информационная работа. На постоянной основе в средствах массовой информации размещаются материалы по профилактике правонарушений и преступлений, формированию ответственного и безопасного поведения по охране труда. Проведен ряд плановых мероприятий профилактической направленности, акции за безопасность мести, единый день безопасности, семья без насилия, дом без насилия, внимание дети и т.д. В рамках единых дней информирования в трудовых коллективах за текущий период 2021 года рассмотрен 21 вопрос по безопасной жизнедеятельности граждан. Рабочее совещание – не подведение итогов, а поиск решений. В заседании принимают участие руководство города, представители прокуратуры, Министерство по чрезвычайным ситуациям, депутатского корпуса. Здоровые и безопасные условия труда – главная задача, которую ставит перед собой государство. И здесь цифры говорят сами за себя. За январь-октябрь 2021 года недопущено роста травмированных на производстве к аналогичному периоду прошлых трех лет. Хочу отметить, что по оперативным данным на сегодняшний день число работников, получивших тяжелые производственные травмы, снизилось на один с 13 в 2020 году до 12 в текущем году. Еще одним положительным моментом является отсутствие смертельно травмированных на производстве. Что касаемо криминогенной обстановки в городе, статистика гласит, большинство преступлений совершается в состоянии алкогольного опьянения. Тема пожарной безопасности также в центре внимания. Отопительный сезон – время большого количества происшествий. Поэтому принято решение еще больше активизировать работу в этом направлении. И все-таки каждый должен помнить о личной ответственности. Только соблюдение всех правил и законов поможет сохранить не только свое здоровье, но и близких людей. Максим Кембель, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.